С итоговым выпуском новостей на телеканале Хабар, 24 Сергей Гергель. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев поздравил Абдельфатахас Ассиси с повторным избранием на пост президента Египта. Как отметил в телеграмме глава государства, эта победа стала очередным свидетельством признания его как мудрого и опытного политического лидера, способного обеспечить единство и стабильное развитие страны. Президент Казахстана выразил надежду, что под руководством Абдельфатаха Ассиси Египет, имеющий тысячелетнюю историю, в скором времени сможет преодолеть трудности переходного этапа и встанет на путь стабильного развития. Итоговые результаты президентских выборов в Египте обнародуют уже в ближайшие часы. Об этом сообщают в Государственной информационной службе страны. По предварительным результатам голосования действующий глава государства Абдельфатах Ассиси заручился поддержкой больше 90% избирателей. Свои голоса за него отдали свыше 21 миллиона человек, тогда как за его конкурента лидера партии Аль-Гет Мусу Мустафу Мусу проголосовали около 700 тысяч граждан. Всего в избирательных списках значились порядка 60 миллионов потенциальных избирателей. Явка составила чуть больше 40%. Напомню, будущего главу государства египтяне выбирали с 26 по 28 марта. На пост президента претендовали два кандидата. Четыре человека погибли в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном Джози на островах Фиджи. Еще один числится пропавшим без вести, передает агентство Reuters. Сейчас полиция ведет его поиски. Больше всего от разгула стихии пострадал самый крупный остров Фиджи – Витулеву. И там из-за непогоды перекрыты десятки дорог. Отмечу, циклону присвоена первая категория мощности. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадки продолжатся. В Восточный Казахстан прибывают спасательные службы из других регионов. В девяти подтопленных населенных пунктах работают группы из Южно-Казахстанской и Алматинской областей. На территории Зыряновского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. От поводка здесь пострадали свыше 400 домов. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, за сутки вода ушла из 72 жилых домов. Подтопленными остаются 228 придворовых территорий. В ликвидации последствий поводка задействованы порядка 300 сотрудников ДЧС и 56 единиц спецтехники. Создана специальная комиссия, которой предстоит подсчитать ущерб. Производство откачки КНС в городе Зыряновске, где задействованы на сегодняшний день 30 мотопомп, две пожарно-насосные станции, работа производится бесперебойно, в круглосуточном режиме. Только меняем людей, техника вся работает. Между тем, в семье и затопленными остаются пять дворов. Откачка воды ведется круглые сутки. Ситуация в городе постепенно нормализуется. Сейчас подтопленные дома обходят члены комиссии. Они должны оценить причиненный стихией материальный ущерб. Коммунальные службы развозят по пострадавшим районам уголь и дрова. В списке около 300 адресов. Существенную помощь в разгрузке топлива оказывают военнослужащие Национальной гвардии. В пунктах эвакуации остаются свыше 150 человек. В гостиницах и профилакториях для них созданы все условия. Ну а тем, кто уже вернулся в свои дома, оказывается материальная помощь. Свыше 100 школьников в ближайшее время будут обеспечены одеждой и констоварами. Мы находимся в этом профилактории уже пятый день. Все у нас хорошо, все мы обеспечены. Вчера наши дома посетила комиссия. Но пока не дала точного ответа. Надеюсь, все решится. Детям только ехать до школы далековато. Это отдельный блок вопросов, который необходимо нам сегодня решать. Это касается тех ребятишек, которые должны пойти в школу. Но по ним мы определились, что для них будут продлены каникулы. Именно для этой категории ребят. И отдельно с ними наши учителя будут заниматься в индивидуальном порядке. В Казалардинской области подвели первые итоги проведенных противопаводковых работ. Период в регионе начался 26 января. За это время ледоход прошел через всю территорию региона. Проделав путь протяженностью 1274 километра, большая вода завершила движение по реке Сырдарья и влилась в Аральское море. По данным официальных лиц, благодаря слаженной работе всех служб, в паводковый период масштабных потерь, крупных разливов, человеческих жертв и большого ущерба в населенных пунктах удалось избежать. Отмечу, на проведение противопаводковых мероприятий в нынешнем году выделено региону из республиканского бюджета 2 миллиарда 656 миллионов тенге, из областного 223 миллиона. Сейчас в регионе началась подготовка к следующему паводковому периоду. К следующему паводковому периоду готовность сейчас начинается. Специально созданная комиссия, рабочая группа уже выезжает на места, где разрушение или же где-то там нужно будет произвести такие же работы. Сейчас уточняем и будем соответствующие проекты разрабатывать и представлять на финансирование. Число обратившихся в инфекционную больницу с отравлением мороженым уже достигло 100 человек. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. Пострадавшие жаловались на повышение температуры, диарею и тошноту. Трое были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, а у 18 выявлен сальмонеллез. Больные рассказали, что покупали сладкое лакомство в одной из торговых точек города. Между тем, на заседании оперативного штаба специалисты высказали мнение, что массовое заражение кишечной инфекцией произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время проводится дополнительная экспертиза. Специальная рабочая группа начала служебное расследование. О департаментах внутренних дел области возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование. Отмечу ситуацию. С массовым отравлением горожан находится на особом контроле областного управления здравоохранения. С сегодняшнего дня в крупных торгово-развлекательных центрах страны начались внеплановые проверки и пожаротактические учения. Профилактические мероприятия продлятся три месяца. Об этом сообщают в Комитете по чрезвычайной ситуации. Сегодня только из одного торгового дома в Караганде экстренно эвакуировали около тысячи человек. За учениями следила Марина Золотарева. По сценарию задымление обнаружилось в кинозале на третьем этаже. Началась массовая эвакуация посетителей и персонала. К слову, одновременно в торговом центре может находиться три тысячи человек. Первые пожарные машины прибыли уже через 10 минут после получения сигнала ЧП. Этот объект выбран не случайно. Объект очень сложной конструктивной схемой. Также большой пожарной нагрузкой. В нашем реестре объектов он находится как объекты массовым пребыванием людей и высокой степени риска. Площадь здания 46 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрено 5 центральных, 11 эвакуационных и 6 загрузочных выходов. В тушении пожара участвовали свыше 70 огнеборцев. В первую очередь мы когда писали заявление для того, чтобы провести учения и выявить вот эти слабые стороны. Всегда бывают люди, всегда бывают моменты, которых можешь не доглядеть, где-то не доработано. Поэтому эти учения проводятся именно для этого. Выявить, чтобы в дальнейшем где-то что-то исправить. По словам главы ДЧС области, подобные проверки, а также обучение персонала пройдут во всех крупных торговых центрах области. Всего в регионе насчитывается свыше 150 таких объектов. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Осета Саинов, Караганда, Хабар, 24. В 2020 году тарифы на тепло в столице могут вырасти. Возможно, это произойдет в связи с переходом водогрейных котельных ТЭЦ-1 и 2 на газ. А электроэнергию будут по-прежнему получать из угля. Об этом сообщил председатель правления компании «Астанаэнергия» Еркигалей Есенжолов. Есенжолов, простите, во время встречи с депутатами. Сенаторы во главе с председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Доригой Назарбаевой посетили одну из основных электростанций столицы. Переход на газ позволит на 30% снизить загрязнение в окружающую среду. Отмечу, треть всех эмиссий составляют выбросы столичных ТЭЦ. Депутаты подняли вопрос экономии топлива. Зачастую в зимнее время происходит перегрев города, когда сжигаются лишние объемы горючего. ТЭЦ-1 работают согласно СНИПам советских времен без применения современных энергосберегающих технологий. Парламентарии также встретились с работниками ТЭЦ, которых волновали вопросы обеспечения жильем и местами в детских садах. Часть прибыли получаемой компанией депутаты рекомендовали направить на строительство жилья в рамках государственно-частного партнерства. Если руководство предприятия договорится с частными строительными компаниями, и эта компания найдет средства в банке под гарантией предприятия, что постепенно, в течение скольких лет, предприятие с этой строительной компанией расплатится, то тогда любой банк на кредитование это пойдет. Вот и надо договориться предприятию с коллективом, что часть этой прибыли будет уходить на решение вот этих проблем. Какие законы предстоит изменить, чтобы реализовать пять социальных инициатив президента, где возьмут средства на строительство новых общежитий, и как в Каргандинской области готовятся к появлению газопровода? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемы в ходе визита в регион большой делегации сенаторов и мажоресменов. Сейчас в Каргандинской области 25 тысяч студентов. С увеличением количества грантов, предусмотренных одной из пяти инициатив главы государства, прогнозируется, что их количество увеличится еще на треть, а общежитий уже не хватает. Инициативы главы государства коснутся практически каждого жителя нашей области, поэтому люди должны знать, через какие механизмы будут они реализованы, какие законодательные подкрепления будут приниматься, и как будут решаться вопросы финансирования по этой инициативе. Тем более, в скором времени будут уточнения республиканского бюджета. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, в регион прибыла солидная делегация сенаторов и мажоресменов. А чтобы ускорить реализацию инициатив президента, ознакомившись и учитывая особенности регионов, парламентарии намерены внести законодательные инициативы. Предполагается порядка 15 законов. Они будут реализовываться детально. Около 20 с лишним постановлением правительства. И более чем 25 с приказов министерства ведомства. Особый интерес у карагандинцев вызывает строительство газопровода с РРК. Более 50% финансирования по проекту будет инвестировано в Карагандинскую область. Более того, ожидается, что 300-400 человек смогут найти постоянную работу на обслуживании трубопровода. А 120 населенных пунктов смогут перейти на экологически чистое топливо. В регионе уже активно идет подготовка к реализации проекта газификации. В Алматы депутаты Мажелиса посетили высшие учебные заведения и поближе познакомились с бытом студентов. Сегодня в вузах катастрофически не хватает общежития. И цель визита парламентариев узнать, как будет решаться вопрос по улучшению условий проживания студенческой молодежи. Общежития Сатпаев университета построены еще в середине 50-х прошлого века. В старых корпусах ютится около 1200 студентов. Впрочем, для многих попасть сюда стало удачей, ведь 67% обучающихся вынуждены самостоятельно решать проблему жилья. Между тем, в Казантеу заявляют, что проекты новых общежитий готовы, сметы подсчитаны. Проект, который был предложен, это новый студентский городок, запроектированный по последнему слову. Сейсмических норм и правил проектирования нынешних общежитий, то есть секционного типа. В целом, весь студентский городок рассчитан на 6,5 тысяч жителей. В аграрном университете ситуация аналогичная. Из 10 тысяч студентов лишь половина обеспечена общежитиями. Узнав о существующих проблемах из первых уст, депутаты Мажелиса подробно ознакомились с разработанными проектами. Разные подходы, и каждый из этих подходов имеет место жить. И быть реализованным. Но сейчас среди экспертов возникает мнение о том, что, возможно, нужно сделать такой типовой проект для того, чтобы оптимизировать время для строительства. По словам депутатов, сегодня предлагая проекты, казахстанские вузы должны трезво оценивать свои возможности, учитывать направленность и материальную базу. Только так можно сохранить равновесность на рынке и создать для студентов достойные условия. В этом и состоит суть одной из социальных инициатив, озвученных президентом в послании народу Казахстана. Владимир Бовки, Скинжи Амраев, Алматы, Хабар, 24. Рассказать об аутизме и помочь родителям необычных детей с их реабилитацией в повседневной жизни. Сегодня повсеместно отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Еще его называют загадочным заболеванием, которое сложно диагностировать на ранних стадиях. Вот уже 10 лет родители и волонтеры со всего мира призывают мировую общественность обратить внимание на проблему и ее масштаб. Об аутизме Вероника Казаченко знает все, ну или почти все. Жительница Усть-Каменогорска воспитывает 15-летнего сына с таким диагнозом. Несмотря на все сложности, с которыми молодая мама столкнулась в первые годы воспитания, она верит в успешную реабилитацию своего ребенка. 12 лет назад она обратилась в научно-образовательный центр «ЗИАТКЕР», где нашла поддержку и понимание. Мы были пионерами, так сказать. Мы первые пробовали, мы первые достигали, мы первые добивались успехов. Конечно, трудно. Было трудно тогда, нелегко и сейчас, потому что останавливаться просто невозможно. Ребенок, конечно, он становится более социализирован в обществе, когда он занимается специалистами. Самое главное достижение, то, что мой ребенок учится в обычной массовой школе. Любую проблему легче всего решать сообща, что и сделали родители необычных детей из Кустаная. 18 лет назад они создали общественное объединение «Радуга». Сегодня совместно с врачами, педагогами, социальными работниками и представителями НПО они провели конференцию «Раскрасим мир вместе», где и рассказали о существующих проблемах. У нас нет специалистов, которые могли бы оказать помощь нашим детям. Логопедов, психолога, дефектолога, чтобы проводить занятия и развивать деток. Своими силами мы проводим групповые занятия по сенсорной интеграции, музыкальная терапия, различные изобразительные искусства. Рисуем, делаем аппликации и социально-бытовая ориентация. Тяжелее всего приходится социальной реабилитации. Поэтому многие малыши сегодня пришли в кинотеатр в первый раз. Специально для особенных зрителей в столице презентовали первый адаптивный показ мультфильма «Тайна Коко». А чтобы создать комфортные условия, намеренно приглушили свет и звук. Темнота и громкое звучание их пугают. Дети делают самые настоящие инклюзивные акции, когда обычные нормотипичные дети, дети с аутизмом проводят вместе время. Это делается для чего? Для того, чтобы общественность, родители, люди понимали, что дети с аутизмом, что их не нужно бояться. В Петропавловске, как и по всей стране, в поддержку детей с диагнозом аутизм прошла республиканская акция «Зажги синим». Только в этом регионе с диагнозом аутизм живут почти 1400 человек. В рамках флэш-моба волонтеры запустили в небо 100 синих шаров. Раздали жителям листовки с информацией о том, как вести себя в обществе детей-аутистов. У мамы сейчас объединившись, они хотят достучаться до людей, просто до общества, которые не знают об этом диагнозе, не знают об этой болезни. И чтобы нас принимали, наших детей. Такая проблема, даже я очень часто сталкиваюсь, когда где-то ты в обществе находишься, и люди думают, что твой ребенок невоспитанный. По всей стране сегодня проходят специальные акции, приуроченные к Всемирному дню распространения информации об аутизме. Эта дата отмечается уже десятый год подряд по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Более того, весь апрель считается месяцем информации об аутизме. Сейчас и родители, и волонтеры делают все возможное, чтобы общество как можно больше знало об этом диагнозе и стало ближе к особенным детям. Их сложно обучать, им сложно общаться, но мы можем им в этом помочь. И в продолжение темы. Самые известные объекты в Южной Корее сегодня вечером стали синими. Так, в стране утренней свежести выразили поддержку Всемирному дню распространения информации об аутизме. Синий цвет – символ аутизма. Подсветили телебашню Намсан, мосты, самое высокое здание Лотте Тауэр, столичную мэрию и многое другие сооружения по всей стране. Сегодня южнокорейцев, страдающих аутизмом, объединяет одноименная ассоциация. Она помогает им пройти обучение, найти работу и адаптироваться в обществе. В эту ассоциацию входят медицинские специалисты и родители особенных малышей. Эти дети имеют право посещать любую школу. Также, по желанию, они могут учиться и в специализированных медучреждениях. С каждым годом число людей с аутистическим расстройством в Республике Корея растет. Сейчас это 22 тысячи человек. Показатель не зависит от изменения окружающей среды. Просто по сравнению с прошлым годом поменялись научные критерии определения аутизма. В Корее сейчас внедряется система регистрации таких людей. Раньше они не стремились регистрироваться, потому что общество относилось к ним как к инвалидам. Но сейчас люди знают больше, отношение изменилось и число зарегистрировавшихся растет. Классика казахской литературы на латинице в любой точке мира. Доступна она благодаря Казахстанской национальной электронной библиотеке. Ресурс публикуют оцифрованные книги со всей страны. Самая уникальная коллекция литературы на латинице довоенного периода сохранилась в Национальной академической библиотеке столицы. Таким образом, считают библиотекарям, можно передать духовные ценности прошлого молодому поколению. Марк Блюшко расскажет о самых интересных книгах, найденных в фонде. Труды Жамбыла Жабаева, Максима Горького, Даниэля Дефо и Марка Твена на латинице. В фондах Национальной академической библиотеки собрана по-настоящему уникальная коллекция книг. Массово их стали издавать, начиная с 1929 года, во время ликвидации безграмотности. На полках зала можно увидеть две совершенно разные азбуки для детей и малограмотных. Тиражировались учебная и художественная литература, которая пользовалась особым спросом. Вызывал интерес, конечно, это художественная литература. Это литература отечественных авторов. Это Абай Кунамбаев, Ибралтон Саринс, Экин Си Фуллин. Те авторы, которые на тот период были известными, они печатались, они есть. Многие книги, изданные на латинице, отражения своего времени. Работы Ленина, Сталина, Ворошилова. Такие говорят на вес золота среди частных коллекционеров. Уставы колхозов, литература по гражданской обороне. На их фоне наиболее привлекательно выглядят книги для детей. Здесь вот Балалар Габазарлык, казахстанских авторов, Бембета Малина, переводы также Тургенева, Муму, Марк Твена. Практически на всех надпись «Казахстан-баспасы». В те годы на территории нашей страны работало единое издательство. На примере многих книг можно увидеть, как менялся язык до того момента, как казахский алфавит был переведен на кириллицу. Если мы возьмем учебники по физике за 1935 год, то это слово написано через латинскую «пи». Но уже в 1939 мы можем видеть, что физика пишется через другую букву «ф». Пока мы изучали разнообразие литературы первой половины 20 века, на цокольном этаже кипела работа. Специалисты переводили книги в электронный формат. Пока удалось оцифровать только 30% от всего числа изданий на латинице, что содержится в фондах. И этим занимаются все крупные библиотеки страны. Вот так выглядит процесс оцифровки книг. Издания фиксируются на специальной панели внизу. Отсканировать их можно, нажав на кнопку при помощи компьютерной мыши или надавив на педаль, которая находится на полу. Прежде всего сканируют популярную литературу. Процесс требует терпения и осторожности. Не все издания смогли дойти до наших дней в идеальном состоянии. Прикасаться к таким экземплярам можно только в перчатках. Готовую электронную копию загружают в Казахстанскую национальную электронную библиотеку. Там она будет находиться в свободном доступе. Это значит, что книги на латинской графике можно прочесть в любой точке мира. Марк Брюшко, Асхат Каракайшиев, Хабар-24, Астана. В Астане состоялась премьера нового казахстанского фильма «Амре». Кинокартина повествует о яркой и трагично оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаева. В 1925 году он отправляется в Париж на всемирный музыкальный конкурс, где производит фурор. Именно Амре Кашаубаев первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент «Домбру». Отмечу, съемки картины проходили в Латвии, Лос-Анджелесе и в селе Ушконер. Главную роль исполняет Санжар Мадзеев. Также в фильме сыграли актеры с мировыми именами Белл Олдридж и Эбби Корниш. Широкий прокат. Фильм выйдет 5 апреля. Перед тем, как снять этот фильм, была проведена большая научная работа. Это невыдуманный сюжет. Все именно так было на самом деле. К счастью, в архиве сохранились записи песен Амре Кашаубаева, которые мы включили в экранизацию. В будущем мы хотели бы снять сериал или продолжение фильма о жизни великого Амре. И в завершении немного о спорте. Фигейро Силва подписал контракт с казахстанским алматинским футзальным клубом Кайрат. Знаменитый бразильский футболист, известный болельщиком под прозвищем КК, стал главным тренером команды. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в Алматы. Обладатель Кубка UEFA и титула чемпиона России Фигейро Силва в разные годы был главным тренером сборной Азербайджана и одной из российских команд. На вопрос журналистов, каких перемен ждать в ближайшем будущем, главный тренер отметил необходимость укреплять состав команды за счет казахстанских игроков. Наши концепции делаются балансированные. Практически 50-50 или 60-40 местных футболистов и иностранцев. Это то, что у нас есть на данный момент. Не вижу, как делать только упор на иностранцах. Я и руководцы договорились, что должна быть балансирована. И команда – это первый концепция. Это все, о чем мы хотели рассказать к данному часу. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok